Здравствуйте! В эфире МТРК Новости. О событиях этого дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ксения Куценко. Смотрите сегодня. Путь есть. В Петропавловске в рамках подготовки к паводку в поселке Заречное отремонтировали и удлинили пешеходный мост. Готовимся к избирательной кампании. В регионе проходят обучающие семинары для наблюдателей по контролю за выборами. Скажем, коррупции нет. Активисты Центра молодежных инициатив области провели необычную акцию. Теперь обо всем подробнее. В помощь медикам современные технологии. Новую поликлинику в городе Булаево сдали в эксплуатацию в прошлом году. В смену здесь способны принять до 250 пациентов. Лечебница оснащена необходимым оборудованием, что значительно упрощает работу специалистов и помогает ставить точный диагноз в короткие сроки. Подробности в нашем следующем материале. Быстро и качественно. Именно так сейчас проводят обследование в районной поликлинике в городе Булаево. Новое оборудование не только экономит время работы, но и показывает более точный результат диагностики. Плюсов много, уверяет врач-рентгенолог Ирина Бондарь. Флюорограф и маммограф – это цифровые аппараты. Самое первое достоинство – это то, что снижается лучевая нагрузка на людей. Это большой плюс. Второе достоинство – это то, что мы можем при производстве одного снимка делать несколько дублей в распечатках. У нас очень большая база данных, большая память. Снимки все хранятся, архивируются. С гордостью медики демонстрируют аппарат в действии. Это рентгеновский диагностический стационарный комплекс «Медикс-РАмика» российского производства. Спустя минуту после облучения снимок появляется на экране компьютера у врача. После его детально изучают. Качеством обследования пенсионерка Валентина Жданова довольна. Очень удобно. Все у нас есть. Раньше мы ездили в город. Занимало очень много времени. Все. А сейчас удобно у нас. Все свое. Открытие такого современного медицинского учреждения жители ждали давно. Строительство лечебницы начали в августе 2012 года. Построили поликлинику в рамках реализации государственной программы «100 школ, 100 больниц». Прием ведем по 26 специальностям. Специалисты наши прошли учебу на базе институтов усовершенствования нашей республики. И сейчас мы имеем возможность не отправлять наших больных с района в город Петропавловск на обследование. А здесь все обследование проводим на уровне нашей поликлиники. Рассчитана поликлиника на 250 посещений в смену. Закреплены за этим лечебным учреждением более 30 тысяч жителей района Макжана Жумабаева. Ксения Куценко, Жолдезбекер, Муканов. Новости МТРК. Развитие бизнеса на селе. На 6 миллионов тенге реализовал мягкая мебель предприниматель из Жамбулского района с начала года. Своё дело Владимир Лагода открыл 5 лет назад. Сегодня продукция мебельного цеха пользуется спросом у жителей села Пресновка и не только. Гульнара Кали побывала в мебельном цехе. В мебельном цехе индивидуального предпринимателя Владимира Лагоды трудится 13 человек. Делаю диваны, кухонные спальни и гарнитуры под заказ. Я работаю здесь уже 4 года. Сначала с листов распиливаю, заготовки делаю, а потом собираю в общем шкафы, обеденные зоны. Объёмы большие, заказы есть. С начала года бизнесмен реализовал продукции на 6 миллионов тенге, в прошлом на 36 миллионов. Кстати, корпусную мягкую мебель делают из местных материалов. Есть необходимое оборудование. Бизнес развивают за счёт собственных средств. Есть планы делать. Вот сейчас вначале возить металлосайдинг, то есть ворота, двери, устанавливать заборы. Вот такое ещё в плане. За 5 лет продукция мебельного цеха себя зарекомендовала. Покупатели приезжают со всех сельских округов Жамбулского района. В селе Пресновка открыт магазин «Планета». Тиван, к примеру, здесь можно купить и за 50 тысяч тенге, и за 130. Года два последние. Мы практически весь дом обставили мебелью, которую здесь приобретали. Что мне здесь нравится в этом магазине, что работают по индивидуальному заказу. Очень нравится, что сами они доставляют, сами они собирают. Всего в ассортименте свыше 13 видов мягкой корпусной мебели. Мебель делает и индивидуальный предприниматель Владимир Берников. Он на рынке товаропроизводителей трудится уже порядка 20 лет. Всего сегодня по Жамбулскому району в бизнесе занято более 600 человек. Гульнара Калин, Владимир Боровков. Новости МТРК. В преддверии выборов президента в Северном Казахстане проходят обучающие семинары для наблюдателей. В день голосования они будут находиться на избирательных участках и следить за выборным процессом. Подробности в нашем материале. Методический материал на руках. Участники встречи внимательно слушают модератора. Этот семинар обучающий. В роли слушателей и наблюдателей от Республиканской общественной организации по контролю за выборами. 26 апреля каждый из них будет присутствовать на избирательном участке и отслеживать процесс голосования. В процессе обучения наши общественные наблюдатели узнают о выборном законодательстве, о том, как должны происходить выборы, какие у них есть права и обязанности, как у наблюдателя, и что они должны делать в этот день, 26 апреля. Когда прийти, на что смотреть, как заполнять бумаги и как их передавать к нам. Учителя, врачи, аграрии и домохозяйки. Сегодня в зале представители Козлужарского, Акаинского и Исильского районов. В ближайшее время такие же кустовые семинары пройдут для жителей других районов. Директору совхозной средней школы Светлане Августинской наблюдать за порядком во время выборов президента предстоит впервые. На семинаре намерена получить максимальные информации. Такое мероприятие является очень важным. Почему? Потому что, конечно, мы можем задать интересующиеся нас вопросы, чем мы должны заниматься, какие наши действия. Хочется, наверное, надеяться, как руководителю у меня непосредственно, что все наши жители нашего непосредственно района, региона, округа придут и сделают в день выборов свой выбор, отдадут голоса. И я думаю, как наблюдатели, мы проконтролируем, чтобы все было выполнено четко, согласно букве закона, без нарушений. В день голосования в Северном Казахстане будут работать 709 избирательных участков. Ирина Панфилова, Жилдезбек Ермуканов, Новости МТРК. Мы продолжим выпуск после рекламы. Впереди еще многого интересного. Не переключайтесь. Такого еще не было. Невероятная, грандиозная акция от компании «Казградстрой». Выбирайте квартиру в новостройке с рассрочкой на 3 года. Без процентов, без переплаты. Внесите 30% и составьте собственный, удобный для вас график платежей. Рассрочка на 3 года в жилом комплексе «Кызылжар» под 0% годовых. Подробности в офисе компании «Казградстрой». Улица Интернациональная, 41А. Телефоны 36 19 19 50 08 07. Вы смотрите новости и мы продолжаем. В Петропавловске готовятся к паводку. В поселке Заречный отремонтировали пешеходный мост. Сейчас специалисты аварийной службы его удлиняют. Пудепровод обеспечивает сообщение местных жителей с областным центром во время паводка. Репортаж Кристина Горбаченко. Пешеходный мост в Заречном построили еще в советские годы. По нему во время весеннего паводка жители поселка добираются в Петропавловск. Пока не пришла большая вода, путепровод ремонтируют и удлиняют. Работают на участке специалисты городской аварийной службы. В рамках противопаводков мероприятия в городе Петропавловске проведен ремонт пешеходного моста в поселке Заречный. По поручению Акима области проводится дополнительное удлинение длины этого мостика порядка 100 метров. Для того, чтобы в период максимального разлива реки Ишим люди, спокойные жители поселка, могли пойти по суху до своего места жительства. В прошлом году на этой дороге был перелив. Движение транспорта пришлось ограничивать. Потопило и дачные участки. Сегодня, по данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, в северном Казахстане на реке Исиль и его притоках наблюдается разрушение льда. Зафиксирован перелив воды через гребень Сергеевского водохранилища. Паводок в областном центре ожидается через неделю. В зоне риска сейчас находятся населенные пункты у Алихановского района. Из села Каратал в Кулыколь эвакуированы 40 человек. Кристина Горбаченко, Владимир Боровков, Новости МТРК. Североказахстанский филиал Казводхоза претендует на повышение своего тарифа. Изменения коснутся шести предприятий региона, которые пользуются его услугами. На публичных слушаниях рассмотрели проект предельного тарифа и тарифной сметы. Какие аргументы приводят водники для обоснования повышения стоимости своих услуг, узнаете из нашего сюжета. Действующий тариф предприятия на услугу по регулированию поверхностного стока реки Исиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений действовал два года. А 29 декабря 2014 водники обратились в андимонопольную инспекцию с заявкой принять изменения. Сегодня новую стоимость обсуждают на публичных слушаниях. Директор североказахстанского филиала Казводхоза подробно рассказывает, почему предприятие решило ввести новый тариф. Увеличение значительное с 0,299 тысячных тенге без НДС за кубический метр воды до 1,29. Но и причин для изменений много. Учли при разработке проектной тарифной сметы увеличение затрат на выплату заработной платы, удорожание коммунальных услуг, рост расходов на приобретение горюче-смазочных материалов, проведенные ремонтные работы. Выполнены были реконструкции в сумме 613 миллионов тенге Сергеевского, Петропавловского, гидроузлов. Плюс еще ранее проведены реконструкции на 166 миллионов тенге. Все это увеличило стоимость основных фондов в 2,4 раза. Амортизация этих основных фондов в тарифной смет выключается. В планах также ремонт Шарыгского гидроузла. Ранее этот вопрос обсуждали на собрании экспертного совета. Сегодня вновь участники встречи говорят, что с предложенным тарифом не согласны. На Шарыгский восстановление гидроузла вам тоже целевым из госсредств, так сказать, из республиканского, по-моему, председателя, будет выдаваться, поскольку оно аварийным признанным. То есть остальное все, вот те вот эти ремонты основные, они были проведены. То есть так-то бунт гидроузла, но еще по одному планируется. Поэтому такой тариф, который вы запрашиваете, мы уже говорили, он не обоснованно завышен. В структуру предприятия входят Сергеевский, Петропавловский и Шарыгский гидроузлы с водохранилищами. А основных потребителей этой услуги шесть, они представлены на слайде. Участники встречи интересовались, не отразится ли такое повышение на тарифе повода снабжению рядовых потребителей. Аманжолка Жагулов заверил, что для этой категории рост будет несущественным. Окончательное решение примут 22 мая текущего года. Если заявка будет одобрена, то новый тариф введут в действие с 1 июля 2015-го, сроком на 5 лет. Ксения Куценко, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. Тушим коррупцию. Необычная акция под таким названием прошла в Петропавловске. Ее цель – призвать североказахстанцев быть нетерпимыми к проявлениям коррупции. Организовал акцию Центр молодежных инициатив Североказахстанской области. Подробнее расскажет Денис Севков. Коробки с телевизорами, утюгами и другими бытовыми приборами. Но они не настоящие. Это муляжи. На каждой прикреплен ярлык «Взятка». Свидетельство того, что товар был приобретен за счет грязных денег. Так организаторы акции «Тушим коррупцию» хотят привлечь внимание североказахстанцев к борьбе с этим социальным злом. Кстати, акцию инициировал Центр молодежных инициатив Североказахстанской области. А это уже шествие по центральной площади областного центра. В руках у активистов все, что символизирует прибыль, полученную нечестным путем. Участники призывают всех быть непримиримыми к таким проявлениям. Вот эти деньги тоже не настоящие. Их сожгут в огне. Так молодежь демонстрирует свою гражданскую позицию к коррупционным проявлениям. Незаконная прибыль сгорела быстро. Осталось потушить пламя до конца. Это делают огнеборцы. Цель акции – доказать госслужащим, показать через средства массовой информации о том, что надо госслужащим служить честно, порядочно внести свой долг во благо государства. Демонстрация сжигания незаконно полученных денег и бытовых приборов – наглядный пример того, что современная молодежь против коррупции. Я против коррупции, потому что коррупция портит нашу страну, нашу экономику. И что главное – портит людей. У меня это их сознание заставляет становиться хуже. Поддерживаю акции, потому что коррупции в нашем обществе не должна быть. И сегодня молодежь всех представителей колледжей и школ пришли на эту акцию и поддержали. В завершении акции на память фото. Денис Севков, Роман Куценко, Новости Интерка. К другим темам. Лекарственные препараты на основе флоры Северного Казахстана. Профессор Североказахстанского государственного университета имени монаша Козыбаева Владилен Поляков принял участие в международной конференции «Достижение перспективы развития фитохимии». Прошла она в Караганде с участием ученых 150 стран мира. Рассказывает Гульнара Кали. В международном научно-производственном холдинге «Фитохимия» в городе Караганде встретились 160 ученых со всего мира. Они представили более 400 наименований натуральных лекарственных препаратов. Среди них есть и разработки нашего земляка, доктора химических наук Владилена Полякова. Обсудили все современные исследования лекарственных растений, разработка технологий получения препаратов, исследования и применения в медицине внедрения, подписали меморандумы. Профессор Североказахстанского государственного университета имени монашек Козыбаева Владилен Поляков с Карагандецским центром сотрудничает более 15 лет. Он разработал порядка 8 лечебных препаратов на основе почек тополя, которые растет в нашей области. По словам доктора химических наук, данный материал обладает хорошими лечебными свойствами. Применяют его при простудных заболеваниях, в стоматологии, мазь тополин лечат при ожогах, есть и фитопленки. А вот такое эфирное масло помогает в борьбе с туберкулезом. 46 человек благодаря такому лечебному препарату поправили свое здоровье. Вот это эфирное масло действует на 33 мегабактерии туберкулеза. Сначала в чашках Петри проверяли на туберкулезе, а потом на больных уже стали делать. Излечивает за два месяца резистентные формы туберкулеза, которые устойчивы к антибиотикам. Человек выделяет мегабактерии, не заражает никого уже. На килограмм где-то поправляется вес, температура нормализуется, заживляются эти туберкулезные вакуоли, которые образуются там. На все препараты имеются патенты. Однако широко применяют в медицине сейчас только вот такие свечи. Этот проект Владилен Поляков реализовал вместе с алматинской фирмой «Козелмай». Они используются в гинекологии и не только. Эти же свечи я решил применить для лечения простатита. Прекрасное действие проверили. До клинику тоже прошла, клинику прошла. Благодаря фирме «Козелмай» они внедрили это, оформили как лекарство. Вот тут написано регистрационный номер лекарственного средства. И это все уже продается в аптеках. Научной работе в североказахстанец Владилен Поляков посвятил 35 лет жизни. Сейчас ему 70 и он продолжает работать в североказахстанском государственном университете имени Монаша Козыбаева. Делит за своим опытом с подрастающим поколением. Гульнара Кали, Желдезбекер Муканов. Новости МТРК. В преддверии годовщины Великой Победы. Все внимание участникам войны и труженикам тыла. Специалисты Управления государственных доходов навестили ветерана труда Марию Завгороднию. Она 36 лет проработала в финансовой системе нашего региона. Репортаж Кристина Горбаченко. Цветы, сладости и конверт с деньгами. С такими подарками к труженице тыла пришли специалисты Управления государственных доходов города Петропавловска. Чтобы здоровье у вас с годами пребывало. Хочется пожелать всего самого наилучшего. Чтобы дети, внуки вас только радовали. Оставайтесь всегда вот такой позитивный. Мария Ефимовна 36 лет. После войны проработала в областном финансовом отделе. Сначала была рядовым специалистом. А в последние годы занимала руководящую должность. В ее трудовой книжке две печати о приеме на работу и выходе на пенсию. Мария Завгородняя удостойна нагрудного знака «Отличник финансовой работы» и звания «Заслуженный экономист». Труженица тыла рассказывает гостям о себе, о семье и, конечно же, о 40-х годах. Война началась. Мне 15 лет было. Жили в селе, в колхозе, в восточном Казахстане. Летом работала, в школу ходила. Зимой у нас войну, там с 1 октября занятия начинались. Когда война закончилась, я поехала учиться в финансовый техникум. У Марии Ефимовны война забрала отца и старшего брата. Супруг тоже был участником войны. Труженица тыла по возможности старается вести активную жизнь. Играет в шахматы, читает, а летом работает на даче. Бывшие коллеги же интересуются, какую необходимо оказать помощь. Они готовы помочь по хозяйству или по необходимости предоставить транспорт. В дни празднования 70-летия Победы. Под нашим кураторством имеются два труженика тыла, которые мы всегда поддерживаем. Рады их видеть, поддержать материально, морально. Это самое главное. Выразить им ту благодарность, которая действительно заслуживает большего. Они нам подарили жизнь, подарили мирное небо над нашей головой. Завтра специалисты фискального органа навестят еще одну дружницу тыла Галину Васильевну Любых. Кристина Горбаченко, Владимир Боровков, Новости МТРК. Как помочь ребенку сохранить психологическое спокойствие? Об этом говорили на семинаре, прошедшем в ауле Бесколь. Его участники – психологи и педагоги школ области. Особое внимание они уделяют подготовке к ИНТ. Какие методы сегодня используют в работе с детьми, узнавала Александра Солмина. Ребенку намного сложнее справиться с непростой жизненной ситуацией. А посему психологи, педагоги и сотрудники правоохранительных органов вновь собираются вместе. Они сообщают ищут ответы на острые вопросы. Как помочь детям развивать внутренние ресурсы? И что им нужно, чтобы сохранить психологический комфорт? Ответы на них очень просты. Во-первых, он должен чувствовать себя комфортно в семье. Он должен знать, что его любят родители разным. Вне зависимости от его каких-то достоинств, недостатков, от успехов или неудач. Он должен знать, что он придет в семью домой. Мама с папой его поддержат, помогут, подскажут. Не за горами единое национальное тестирование. Чтобы сохранить детей и их здоровье, нужно больше положительных установок, говорят участники встречи. Достичь гармонии с собой и окружающей средой помогают различные методики. Обучают им выпускники Института семейного воспитания на специальных мастер-классах. К примеру, в этом кабинете психологи вырезают из бумаги, а здесь рисуют. Это арт-терапия. Она стала популярной в нашей стране. Не все у нас дети умеют пользоваться вербальными средствами общения. Много замкнутых детей, которые закрыты, тревожны. И метод арт-терапии помогает ребенку самовыражение, поднятие самооценки, развитие коммуникативных навыков ребенка. Краски, кисти, карандаши. Психологи с увлечением рисуют на листах слонов, крокодилов, птиц. Однако их ждет задание интереснее. Живопись на кефире. Вообще я очень люблю арт-терапию. А вот на кефире, конечно же, что-то необычное, жду что-то особенное. И в принципе, я думаю, вот мне взрослому человеку интересно, а детям тем более будет интересно на продуктах, которые, допустим, они употребляют в жизни, что-то изобразить. Семинар оказался интересным и плодотворным, говорят участники встречи. Сегодня многое для них было в новинку. Обещают полученные навыки и новые методы внедрять у себя в школах. Александра Салмина, Жилдузбек Ермуканов, Новости МТРК. В Петропавловске прошел фестиваль национальной литературы. Посвятили его 20-летнему юбилею Ассамблеи народа Казахстана. Семь этнокультурных центров представили на фестиваль не только письменное творчество, но и предметы прикладного искусства. Арман Баянде продолжит тему. Книги, как и музыка, объединяют разные народы, хранят тексты на родном языке и доносят их в переводах до читателей всего мира. Сегодня в областной универсальной научной библиотеке имени Сабита Муканова подготовили большую выставку. Называется она «Через книгу к единству, миру и согласию». Здесь представлено творчество поэтов и писателей, представляющих разные этносы. Именно литература является фундаментом каждой культуры, считает Мария Шенгурова. Знание литератур других национальностей обогащает человека. Люди познают культуру, традиции, обычаи других народов. Они учатся слушать, понимать, быть терпимыми друг к другу. И чем больше человек знает литературу других национальностей, тем он богаче духовно. Фестиваль национальной литературы в областной библиотеке проводится впервые. Собрано более 400 книг, и каждый из них сможет поведать своему читателю историю того или иного народа. Члены этнокультурных объединений представили лучшие образцы своей культуры. Сегодня я познакомлю всех с культурой турецкого народа. Также я прочитаю отрывок из Тихани «Джипфазыла» Сакария. В нем рассказано об истории живой реки, которая перенесла все тяготы войны. Также гости ознакомились с декоративно-прикладным искусством народа Казахстана с музыкальным наследием. Арман Бенда, Тимур Ахматуллин, новости МТРК. Это были все новости на сегодня. Смотрите МТРК, будьте в курсе событий. До встречи в эфире. Качественная кожаная обувь Юничелл. Новая весенняя коллекция Прогноз погоды на пятницу 17 апреля. Малооблачный ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура ночью 0,2, днем плюс 9, плюс 11. Прогноз погоды на пятницу 16. Время вековке. Редактор субтитров А.Семкин